Подтянутые рельефные ягодицы для многих атлетов являются приоритетным направлением в тренировках. Накачать эти мышцы довольно сложно, но если цель поставлена, нет ничего невозможного. Главное быть готовыми к серьезным и регулярным тренировкам. Упорные занятия уже через месяц позволяют получить хороший результат. Чтобы сделать эту мышечную группу более упругой и округлой, недостаточно просто посещать тренажерный зал. Необходимо сконцентрироваться на упражнениях, которые направлены на проработку ягодица, также позволяют укрепить спину. В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о пяти лучших упражнениях для идеальной попы. Румынская становая тяга Об этом упражнении мало упоминают, а зря. Большинство людей не вспоминают о нем при попытках тренировать ягодичные мышцы, и потому что они делают его неправильно, вследствие чего необходимого эффекта упражнения не оказывают. При неправильном выполнении румынской становой тяги происходит критическая нагрузка на поясницу. При правильном же подходе нагрузка приходится на бедра. Это упражнение само по себе направлено на прокачку бедер. Главное здесь научиться поднимать вес не спиной, а бедрами, и тогда эффективность для ягодиц станет максимальной. Важная особенность румынской становой тяги – большая нагрузка на поясницу. Новичкам советуется сначала укрепить мышцы поясницы при помощи гиперэкстензии. К тому же, если имеются травмы спины, то разумнее и вовсе отказаться от этого упражнения. Установите на штангу необходимый вес и подойдите в платную грифу. Он должен нависать над голенью. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно между собой. Возьмитесь за гриф хватом чуть шире плеч, обычным хватом, развернув ладони к торсу. Руки чуть согнуты в локтях, спина прямая, лопатки сведены. Их положение в верхней и нижней точке траектории должно быть неизменным. Ноги слегка согнуты в коленях. В верхней точке необходимо подать таз вперед. Интересно звучит, правда? И добиться вертикали позвоночника. Это исходное положение и отправная точка при выполнении становой тяги. Оставляя лопатки сведенными, подаем таз назад, прогибаем спину и наклоняясь, отводим ягодицы назад. На протяжении всей траектории движения спина прогнута. В нижней части траектории необходимо прочувствовать параллельную растяжку бицепса в бедер и не горбатить спину. Вес поднимается бицепсами бедер, а не спиной. Высота подъема штанги чуть выше середины бедра. Для максимальной нагрузки на ягодицы попробуйте напрягать их при подъеме, а в середине самого подъема немного замедляться. В процессе необходимо следить за коленями. Большую часть времени они не должны быть согнуты. Стоит отметить, что румынская становая тяга со штангой особенно актуальна для спортсменов, занимающихся бодибилдингом и фитнесом. Соблюдение техники тренировки и важных правил выполнения румынской становой тяги позволит плодотворно прокачать ягодичные мышцы, заднюю поверхность бедра и укрепить мышцы поясницы. Приседания со штангой. Приседания со штангой – самое известное и действительно эффективное упражнение для ягодичных мышц. Но здесь важно помнить, что для максимального эффекта выполнять стоит необычный, а глубокий присед. Приседать максимально низко и медленно – вот секрет этого упражнения. Оно дает мощную нагрузку на мышцы нижней части тела. Расположение веса на плечах заставляет работать огромный массив мышц стабилизаторов. Такие приседания традиционно выполняются тяжелоатлетами. Но при правильном дозировании нагрузки они могут быть использованы в силовых тренировках любых спортсменов, как мужчин, так и девушек. Многие люди намеренно избегают глубокого приседа из-за слухов о его вреде. На самом же деле, если у вас нет хронических заболеваний и травм коленей, и вы выполняете упражнение технически верно, то вы без опаски можете приседать так низко, как сможете. Профессиональные тренеры часто советуют выполнять это упражнение, потому что его польза неоспорима. Некоторые любят приводить в пример те времена, когда унитазов еще не придумали, и приседать приходилось довольно часто. И довольно низко. Однако, если вы не привыкли делать приседания регулярно, глубокий присед может показаться вам слишком тяжелым. Так что, если вы только начинаете курс тренировок, лучшим вариантом будет поставить позади табуретку или лавку, встать перед зеркалом и начать садиться вставать с ровной спиной. Большинство новичков быстро достигают совершенства в таких приседаниях, но стоит убрать контрольный уровень, и они начинают сбиваться. Убрав вспомогательную табуретку, начинайте выполнять обычный присед перед зеркалом, чтобы следить за положением вашей спины и бедер. Помните, что приседая нельзя отрывать пятки от пола, чтобы нагрузка распределялась правильно. Старайтесь, чтобы колени не выдавливались вперед слишком сильно. Привыкнув делать упражнения без опоры, поставьте позади более низкую платформу и снова начните приседать на нее. Освоив технику глубокого приседа, начните делать его уже со штангой, потом можете начинать постепенно увеличивать вес. Помните, что главное в приседе со штангой – медленные и глубокие приседания с контролем положения своего тела. Соблюдая технику выполнения и внимательно относясь к своим ощущениям, во время тренировки вы сможете добиться максимальных результатов не только в приседаниях, но и повысить показатели в других силовых упражнениях. Глубокий присед прекрасно развивает мышцы ног и ягодиц. Ягодичный мостик с весом Благодаря ягодичному мостику изменяется не только форма и размер, но и сила ягодичных мышц. Если включить его в свой регулярный тренинг, можно не только добиться увеличения до целых 50%, но и открыть для себя множество возможностей в плане дальнейшего развития достигаемых результатов в спорте. Минусом, с которым придется столкнуться людям, добившимся заветного увеличения ягодиц, может стать проблема с поиском джинс, размер которых соответствует обретенному силуэту. Ягодичный мостик представляет собой поднятие ягодиц, которое выполняется из положения лежа. Не следует заранее настраивать себя на то, что из-за присутствия слова «мостик» данное упражнение требует чрезмерной гибкости и пластики. Это не так. Оно достаточно простое и легкое, и может быть сделано при любом уровне спортивной подготовки. Это упражнение лучше добавить в конце тренировки для обеспечения полной проработки ягодичных мышц. Достижение эффекта возможно исключительно при регулярном выполнении. Результат у всех разный. Но у некоторых ягодичные мышцы за несколько месяцев вырастают на 50%. Роль, безусловно, будут играть и собственные физиологические данные, и то, какая цель ставится. Сядьте прямо. Лопатки прижмите к скамейке или другой устойчивой поверхности. Под верхнюю часть спины лучше подложить мат или полотенце, так как при подъеме веса на жесткой поверхности боль может быть сильной. Расположите штангу на сгибе корпуса и бедеры поднимайте корпус до тех пор, пока ваши бедра не окажутся на одном уровне с плечами, а затем медленно опускайтесь в исходную позицию. После того, как гриф расположен на бедрах, нужно поставить стопы в правильное положение. Установите их так, чтобы в верхнем положении таза ваши голени были вертикальными. Ширина постановки стоп – та, что позволяет вам чувствовать наибольшую активацию ягодичных мышц. Упор с акцентом на пятки. Не отрывайте их от пола. Важно подобрать правильный вес, с которым вы сможете контролировать распределение нагрузки. Некоторые делают подъемы и опускания слишком резко, что может привести к сильной боли или даже травмам плеч и поясницы. Зашагивание на платформу с гонтерями – это простое, но достаточно эффективное упражнение для попа и бедер. Его нередко дают инструкторы в тренажерном зале новичкам, но еще чаще им пользуются в домашних условиях. В таком случае степ-платформу заменяют обычным стулом, пуфиком или диваном. Подъем на платформу слегка недооценен в современных залах, но выполняя это упражнение вы сможете получить целый ряд преимуществ. Данное движение может улучшить симметрию ног, форму ягодиц, потянуть заднюю поверхность бедра и укрепить коленную область, развить общий баланс, сделать ваши ноги сильнее и мощнее, увеличить результаты в классических приседаниях и становой тяги. Такие подъемы также снимают нагрузку со спины и могут помочь в улучшении показателей бега и прыжков в длину. Но сейчас речь пойдет не об обычных подъемах, так как в классическом исполнении они не так сильно влияют на рост ягодичных мышц. При подъемах на платформу основную нагрузку на себя принимают ноги, в частности передняя часть бедра. Для того, чтобы добавить нагрузку на заднюю поверхность бедра, нужно все время тянуть на себя пальцы ног. Это изменение значительно увеличит нагрузку на ягодицы, чего мы и добиваемся. Важно помнить, что при таком непривычном распределении нагрузки следует хотя бы на первое время уменьшить привычный вес, если вы выполняете подъем с весом. Для выполнения подъема поставьте одну ногу на платформу и, опираясь на ступню, подтяните все тело вверх, в перспективе. А в наивысшие точки ваше колено должно быть согнуто под углом 90 градусов. Не забывайте все время тянуть на себя пальцы. Второй ключевой момент – перенесите весь свой вес на рабочую ногу. Иными словами, возвращайтесь в исходное положение плавно. В нижней точке едва касаясь пола пальцами свободной ноги. Научившись фокусироваться на рабочей ноге и выполнять упражнения медленно, вы сможете буквально прочувствовать этот момент. Болгарский сплит-присет В стандартном исполнении вес тела распределяется на обе конечности, что предусматривает возможность работы со свободными весами. Болгарские приседания на одной ноге представляют собой модернизированную версию классических выпадов с форсированной нагрузкой на впереди стоящую ногу. Нагрузка ложится на коленные суставы, поэтому во избежание травмы необходим качественный разогрев. В идеале упражнение выполняется после приседаний со штангой с целью добить мышцы нижней части корпуса. Для того, чтобы сделать это упражнение максимально эффективным для ягодичных мышц, его также придется значительно углубить, а также максимально увеличить длину выпада. Чем ближе к скамейке вы приседаете, тем менее эффективна будет нагрузка. Для опоры в этом упражнении можно использовать что угодно – платформу, скамейку или стул. Одну ногу отведите назад и положите на опору, другую выставите перед собой. При выполнении приседа не наклоняйте корпус вперед слишком сильно, хотя при увеличении веса ваше тело будет стремиться вперед вашей задачей – сохранять вертикальное положение по максимуму. Для этого следите за тем, чтобы плечи были расправлены, спина выпрямлена, а выпады делались строго вперед. Держать равновесие поначалу будет тяжело, но с каждым повторением баланс будет даваться вам все легче и легче. Одной из ошибок, приводящей к потере равновесия, является расположение обеих ног на одной прямой линии. Вместо этого расположите их на расстоянии одной стопы друг от друга. Если для вас это упражнение слишком сложное, замените его простыми шагами-выпадами. Но при этом не забывайте держать спину прямо и напрягать ягодицы для достижения максимального эффекта. Все пять упомянутых нами упражнений можно объединить в один сет. Начать лучше с приседаний. Три-четыре подхода по десять повторений. Следующие два упражнения тоже стоит делать подряд три-четыре подхода. Перерыва между выпадами и подъемами на платформу делать не следует. После этого переходите к румынской становой тяге и мостям с весом. Ну а в комменты напишите, насколько здоровые у вас ноги, сколько вы можете выжать. Если это видео оказалось полезным для вас, нажмите лайк под этим видео бицепсом бедра. А также подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропустить все самое термоядерное. Спасибо за просмотр, заоценивайте ролики. Продолжение следует...